Всем привет! Спонсорами данного ролика становятся Ксения, Артем, Лина, Илмар, Архан, Дарина, Фимбо-музыкальный инструмент, Просто Благодарный зритель, Город Эйлат-Израиль, Ольга и два очень щедрых человека Александр Ник и Галина. Спасибо вам большое за поддержку канала. А сейчас перейдем к книге. Книга 76. Развитие лидеров. Автор Ицхак Адизис. Глава первая. Что такое менеджмент? Конечная цель менеджмента – сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе. Менеджмент должен выполнять четыре функции. Во-первых, продьюсинг или производство результатов. Вам нужно задать себе и ответить на следующие вопросы. Почему люди обращаются к вашей компании и какие услуги им требуются от вас? И вы, как производитель, должны удовлетворять те потребности клиентов, ради которых вы существуете. Оценить эту функцию можно по количеству людей, которые повторно к вам возвращаются. Эта функция нацелена на краткосрочный аспект. Во-вторых, Administrating или администрирование. Данная функция нужна, чтобы поддерживать порядок в организационных процессах. То есть компания должна делать правильные вещи в правильной последовательности с правильной интенсивностью. И ваша задача как администратора – обеспечить эффективность этого процесса. Данная функция также направлена на краткосрочный аспект. Для долгосрочной перспективы требуется человек, который определит курс, которым должна следовать организация. Эта функция – Entrepreneur, предпринимателя, который должен быть готов к упреждающим действиям в условиях постоянных изменений. Когда эта функция выполняется успешно, услуги и продукты организации будут пользоваться спросом у будущих клиентов. В-четвертых, Integrating или Интеграция. Интегратор должен создать такую атмосферу и систему ценностей, которые заставят людей действовать сообща и не дадут никому стать независимым, что делает организацию эффективной в долгосрочной перспективе. Когда одна из этих функций перестает работать, мы сталкиваемся с проблемами. Если перестает работать P-функция – клиенты остаются неудовлетворенными, а объем продаж снижается. Если A-функция – организация несет неоправданные потери. Если И-функция – новые продукты поставляются на рынок с опозданием и не пользуются спросом. Или вообще не разрабатываются новые продукты. И, наконец, если Ай-функция – компания распадается, когда уйдет лидер, так как его никто не сможет заменить. При этом безупречного PIEI-менеджера не существует, потому что способность успешно выполнять одну из функций наверняка снизит способность осуществить другую. Например, постоянно думая о краткосрочной перспективе, вы провалитесь с долгосрочной и наоборот. В итоге менеджер должен блестяще справляться с одной или двумя функциями и удовлетворительно с остальными, чтобы по достоинству оценить работу других. Если же он будет справляться только с одной функцией, во-первых, при повышении он не сможет ни руководить, ни планировать, ни формировать команду. Во-вторых, такие люди так зациклены на своем типе – результативности, эффективности, жажде преобразований и интеграции, что перебарщивают с этим. В связи с чем делают компанию нерезультативной и порождают в ней хаос. Если же вы хотите, чтобы все функции выполнялись безупречно, требуется по меньшей мере 4 типа людей, то есть взаимодополняющая команда, выполняющая эти функции. При этом здесь подразумевается не то, что у этих людей должны быть различия только в знаниях. Члены команды должны придерживаться разных подходов и мнений. Таким образом, основная цель обучения руководителей – это не сформировать идеального ПАИ-руководителя, а научить человека признавать собственные недостатки и работать с теми, кто дополняет его сильные и слабые стороны. Для обучения руководителей есть отличный канал «Школа Гиндира», где уже размещено много информационных видео, поднимающих тему о науке лидерства, мотивации людей и продажах. В каждом ролике разные спикеры – это представители малого бизнеса, которые рассказывают о своем опыте. Они дают понятные пошаговые алгоритмы действий для решения определенной бизнес-задачи. Все четко и просто – с чего начать, что учесть и какие есть подводные камни. Вы найдете много лекций, с помощью которых сможете прокачать свои навыки в грамотном общении с людьми, в построении и достижении бизнес-целей, или найти ответы на вопросы в сфере маркетинга и информацию о работе с CRM-системами, а также многое другое. Этот канал – проект журнала «Генеральный директор», который зарекомендовал себя в бизнес-сфере и существует уже 14 лет. Прямо сейчас переходи по ссылке под роликом и подписывайся на канал «Школа Гендира» – маркетинг и управление бизнесом. А мы продолжаем. Когда у вас в команде люди взаимодополняющие друг друга, избежать конфликтов не получится. Администратор, который любит держать все под контролем, будет конфликтовать с предпринимателем, который жаждет перемен. Также и производитель, которому нужна отдача в краткосрочном аспекте, будет спорить с предпринимателем, которому нужны результаты в долгосрочной перспективе. Поэтому каждому из них нужно научиться иметь дело с теми, чей стиль отличен от их. Глава 2. Стили менеджмента. Производитель. Чтобы производить результаты, как и говорилось ранее, вы должны ответить на следующие вопросы. Во-первых, что нужно вашим клиентам? И во-вторых, почему они приходят именно к вам? А затем удовлетворить эти потребности. То есть сменив работу или даже перейдя в другой отдел, вы должны ответить на два эти вопроса. Потому что все организации разные, как и люди. Поэтому вы должны изучить специфику того, чем собираетесь управлять. Когда такого менеджера повышают по службе, он становится не просто производителем. Ему приходится работать с пятью или шестью другими людьми. Он должен координировать, делегировать полномочия и контролировать их. То есть вместо того, чтобы выполнять работу самому, производителю надо заставить работать систему, которая выполняет пи-функции. И эта задача намного сложнее, поэтому для ее выполнения требуется функция администрирования, или эй. Администратор следит, чтобы организация занималась тем, чем должна заниматься, и делала это эффективно. Если вы обеспечите пи и эй, ваша организация будет результативной и эффективной. Допустим, у нас есть железная дорога. Главная ее задача – это осуществление перевозок людей. Для этого нам нужен машинист, то есть производитель, который будет вести поезд из пункта А в пункт Б. Нам также необходим тот, кто будет руководить машинистами, следя за тем, чтобы они вели поезда правильно и по расписанию. За это отвечает эй-функция. Поэтому перейдем к ней. Администратор. Администратор любит, чтобы рабочая среда была продумана и хорошо организована. Он перфекционист. Когда возникает новая идея, связанная с бизнесом, он должен оценить ее и найти все подводные камни, которые вы не учли. Хороший администратор всегда хочет, чтобы все было безупречным и подконтрольным, чтобы система функционировала, как полагается. Он постоянно находится в напряжении и несколько раз перепроверит, не лишится ли организации накопительной информации или баз данных. Такие люди блестяще составят договор или заполнят налоговые декларации. Но чтобы что-то планировать, вам необходим предприниматель или и-функция. Так как администратор будет до бесконечности собирать и анализировать данные, потому что он предпочитает не рисковать. И когда он, наконец, сделает это, эту нишу уже захватит конкурент. Генератор идей. Такой менеджер не совсем предприниматель. Это генератор идей. Чтобы стать предпринимателем, нужно одновременно иметь навыки производителя и предпринимателя. У такого человека просто море идей, и он выдает их одну за другой без передышки. Но генератор идей обычно никогда не доводит дело до конца. Он постоянно мечется от одной идеи к другой. Поэтому он никогда не станет руководителем. Такой человек, в отличие от администратора, не имеет представления о затратах. Говоря о потрясающих нововведениях, он не знает, во что они обойдутся и как поэтапно реализовать эти нововведения. Это происходит, потому что он не обращает внимания на детали. Предприниматель. Цель предпринимательства – анализировать изменения окружающей обстановки и определять курс с учетом этих изменений. Чтобы разрабатывать новые стратегии, он должен чувствовать сильные и слабые стороны своей организации и обладать воображением и смелостью. В примере с дорогой задача предпринимателя решать, какие станции нужно закрыть и где открыть новые. Или насколько увеличить или уменьшить парк вагонов на отдельных линиях и так далее. То есть предприниматель разрабатывает план действий, а администратор оценивает эту идею и, если все нормально, реализует данный план. Например, если один из друзей внезапно предложил сходить на озеро, он выполняет и функцию. Организация похода, то есть где и в котором часу встретиться или кто возьмет запасы провизии – это уже A-функция. А P-функция – это отправиться на озеро и выпить там пиво. То есть P-функция исполнительная. Интегратор. Интеграция формирует атмосферу среди команды, которая благоприятствует совместной работе, тем самым обеспечивая взаимосвязанность людей. То есть если с одним человеком что-то случится, команда должна перегруппироваться, чтобы организация продолжала функционировать. Если в организации каждый сам за себя, долго она не протянет. Например, если на поле выйдет только что собранная команда из лучших игроков и средняя команда, которая давно играет вместе, скорее всего победит вторая, так как игроки первой еще не знают, что ожидать от своих товарищей. Если компания делает ставку на одного человека, рассчитывая, что он обеспечит им постоянный успех, они быстро закроются, когда этот человек уволится или умрет. Поэтому, когда кто-то на высокой должности покидает свой пост, его заменяет другой обученный человек, и компания продолжает развиваться. Интеграция имеет три направления. Интеграция, направленная вверх. Это способность объединять людей, имеющих более высокий статус и должности. Горизонтальная интеграция. Это способность создавать сплоченную группу из равных себе. И интеграция, направленная вниз. Это способность сплачивать подчиненных. То есть интегратор должен быть способен направить индивидуальную креативность всех в единое русло. Здесь, как и с функциями, редко кто бывает интегратором по всем трем направлениям. Поэтому, нужны несколько человек. Также, интегратор заботится о том, чтобы он сам не стал незаменимым. Для этого, его подчиненные должны быть обучены его заменить. Любой лидер должен блестяще справляться с ай-функцией. Иначе, он не сможет вдохновить людей настолько, чтобы они следовали за ним. Лидер – это своего рода большой палец на руке, который может работать в паре с любым пальцем или вместе со всеми сразу. Что и позволяет руке делать свое дело. Глава третья. Рекомендации носителям пи-стиля. Во-первых, научитесь говорить «нет». Приятно быть незаменимым, но это может вас погубить. От производителя вы можете часто слышать фразу «Если вы хотите, чтобы все было сделано как надо, делайте работу сами». Производитель убежден, что делает большую часть работы лучше, чем кто-либо другой. И порой так оно и есть. Но в этом случае окружающие превращаются для вас в мальчиках на побегушках, которые ждут, что вы выполните большую часть работы и возьмете всю ответственность на себя. Таким образом, вы не даете своим подчиненным расти, развиваться и учиться, а значит, вы и впредь будете выполнять всю работу сами. Поэтому вы должны научиться говорить некоторым делам «нет» и делегировать их кому-то другому. Себе же оставлять только ту работу, с которой не справится никто другой, кроме вас. И постепенно поручайте людям все более сложную работу, исправляя их ошибки и позволяя им учиться на собственном опыте. Например, если вы не даете ребенку забить гвоздь, ведь вы справитесь куда лучше его, он никогда не научится забивать гвозди. Производитель обычно трудоголик и не может сидеть сложа руки. Поэтому если раздав большую часть дел, у вас остается свободное время, то начинайте развивать в себе функции A, E или I, чтобы стать более разносторонним. Если вы берете всю работу на себя, тем самым вы мешаете компании расти, развиваться и изменяться. Во-вторых, держитесь помягче. Если производитель задумал что-то осуществить, его методом будет грубое давление на остальных. Он будет гнать всех, выполнять эту задачу немедленно, властно и жестко отдавая распоряжение. Он сам не замечает этого, а делает так, потому что как можно быстрее хочет разобраться с этой задачей. Не спешите, расслабьтесь, не давите на людей, лучше объясните им, что делать. Для этого вам и понадобятся i-навыки. Вам нужно научиться не только говорить, но и прислушиваться к другим. Люди могут попытаться предупредить вас о проблемах, которые повлечет внедрение вашей идеи. Поэтому, как бы вам не хотелось, вам необходимо организовывать собрания и вести дискуссии. В итоге, вы должны давать советы, а не отдавать приказы. Хвалите людей и поощряйте сотрудничество и работу в команде. В-третьих, определите первоочередные задачи и начинайте с них. Производитель берется всего за одно дело, и пока не выполнит его, к другому он не перейдет. Он считает, что внимание заслуживают лишь те проблемы, когда уже что-то случилось, например, авария. Или когда срок сдачи подходит к концу. Пока проблема не превратилась в кризис, он не проявляет к ней интереса. То есть, его не интересуют проблемы, которые возникнут через год или пять. Вам же нужно отложить решение менее серьезной проблемы ради более серьезной. Всегда легче провести профилактику и внести незначительные поправки, чем производить крупные болезненные преобразования. Помните, если вы не устраните серьезную проблему, которая порождает множество мелких, вы никогда от них не избавитесь. Поэтому определите приоритеты всех задач и придерживайтесь их. В-четвертых, не рвитесь вперед. Подумайте о качестве. Обнаружив проблему, производитель, скорее всего, наметит увеличить размах мероприятий. Например, если продажи пошли на убыль, он порекомендует давать больше рекламы. Если какую-то задачу не успевают выполнить в срок, он делает вывод, что необходимо работать больше. Или если вашими услугами в городе не пользуются, открыть еще три салона в других городах. Возможно, лучшим выходом было бы улучшить качество, изменить срок сдачи или снизить цены. Если продолжить делать то, что уже делается, но быстрее и интенсивнее, вы вряд ли решите существующие проблемы. Делать вы будете все больше, а отдача будет все меньше. Поэтому нужно совершенствовать свой подход. В-пятых, порой лучше все продумать, чем сразу рваться в бой. Производитель не любит сидеть и рассуждать. Он хочет начать делать что-то немедленно. Таким образом, он сам себе непреднамеренно усложняет работу. Долгая, на первый взгляд, дискуссия позволяет найти более качественное решение, которое можно внедрить легко и быстро. На собраниях им также не терпится побыстрее приступить к реализации решения, даже когда оно еще в сыром виде. Такой подход опасен, поскольку поспешные и необдуманные решения могут привести к краху. Поэтому не жалейте своего времени, чтобы посидеть и обдумать свое решение. Глава 4. Рекомендации носителям A-стиля Администратор обычно стремится контролировать все и вся и тратит на это уйму своего времени. Но наиболее эффективней было бы воспользоваться законом Паретто, то есть тратя 20% усилий, получать 80% результата. Также администратор постоянно пытается сдержать предпринимателя, говоря, что компания еще не готова к изменениям. Он не любит риски, поэтому может ждать вечно, пока бездействие не погубит компанию. Поэтому научитесь мириться с рисками и неопределенностью. Кто не рискует, тот не добьется успеха. Даже если деньги уже выделены на какой-то проект, никогда не поздно пересмотреть свое решение. Администратор страдает манией составления инструкций. Документируется все. Для любого процесса составляется детальное описание. И организация и шагу не может вступить без письменного распоряжения. Примером может служить любая государственная бюрократия. Однако реальность требует быстрой реакции. Поэтому нужно быть гибким, а именно отклониться от нормы и сократить предписанную процедуру. Для этого разделите все инструктивные материалы, во-первых, на указания. Это инструкции, которые при желании можно проигнорировать. Во-вторых, на правила. Это инструкции, которые менеджер может нарушить, если ситуация будет исключением из правил. После этого нужно сообщить об этом руководителю. И в-третьих, на принципы, которые ни в коем случае нельзя нарушать без разрешения руководства. Данных принципов должно быть немного. Если их становится достаточно много, значит ваша организация стареет. Потому что только в старых организациях запрещено все, что не разрешено. И атмосфера в такой компании становится удушающей. И потому при любой ситуации люди будут бояться брать на себя ответственность. Поэтому никто и пальцем не пошевелит, пока не получит письменное разрешение от своего босса. Если какое-то правило постоянно нарушается, то вам стоит задуматься, а не перенести ли его в разряд указаний. Если вашему персоналу приходится то и дело спрашивать вашего разрешения, они будут забирать у вас все время, которого вам не хватит для вашей работы. Поэтому пересмотрите все свои инструкции. Администратор придает огромное значение точности данных. Занимаясь стратегическим планированием, он может нарисовать сотни схем, графиков и таблиц, но не сможет донести до присутствующих, о чем идет речь. Потому что все слишком запутано. Поэтому всегда начинайте презентацию с конца. Сформулируйте свои выводы, а затем обоснуйте их с помощью нескольких таблиц и графиков. Не обязательно быть точным. Главное – это ориентиры, по которым нужно двигаться. Иногда компании нанимают администраторов, чтобы они наладили контроль уровня издержек. А так как администраторы делают упор на краткосрочную перспективу, он может урезать расходы, которые необходимы для долгосрочной перспективы. Например, чтобы повысить объем продаж. Из-за этого ваша компания может обанкротиться, поскольку не хватит средств, чтобы быстро наладить новое производство или сменить курс компании. Поэтому проверяйте работу администратора. Жестко придерживаясь инструкций, вы заставляете людей писать бесконечные отчеты и заполнять бесчисленные бланки. Но это не повышает качество работы. Напротив, оно снижается, поскольку большую часть времени люди читают и пишут отчеты, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Чтобы добиться успеха, сведите контроль до минимума. Администратору нравится держать все под контролем. Поэтому ему нравится, когда с ним все соглашаются. Отчего под его руководством вырастают люди, либо не имеющие собственного мнения, либо такие, кто выражает несогласие за его спиной и вставляют ему палки в колеса. Чтобы создать команду, нужны разногласия, чтобы вы могли узнать другие точки мнения. Споры заставляют людей думать. Поэтому всегда начинайте собрание со следующих слов. Я приму решение к вечеру, но сначала я хочу выслушать всех вас, особенно тех, у кого есть возражения. Это поможет мне принять разумное, обоснованное решение. И чтобы собрание было результативным, не стоит загонять его во временные рамки. Дайте всем людям свободно высказаться. Так как администратор повернут на инструкциях, он и на работу принимает только тех, кто прошел отборочные тесты. Но верные ответы в тестах еще не делают человека хорошим работником. Поэтому проводите тест, но в основном прислушивайтесь к своей интуиции. Также поговорите с производителем и интегратором. Производитель скажет, будет ли этот человек трудиться в поте лица, а интегратор впишется ли новичок в команду. Но не стоит приглашать предпринимателя, он нанимает только тех, кто согласен с ним и хвалит его. Глава пятая. Рекомендации носителям и стиля. Предприниматель хочет внедрить все и сразу. Но даже если ваши идеи продуманы во всех деталях, спешка при их внедрении может породить глубочайшие конфликты в организации. Потому что предприниматель не в состоянии оценить, сколько времени требуется на выполнении конкретной задачи. Он думает, что внедрить новую идею это пара пустяков. Поэтому у него всегда должен быть поправочный коэффициент. Чтобы узнать средний коэффициент, разберите все реализуемые вами идеи и посмотрите, насколько вы ошиблись в сроках. Например, если вы рассчитывали, что работа будет сделана за неделю, а она была сделана за шесть, то коэффициентом будет шесть. Поэтому если неделя прошла, а работа еще не сделана, вы не придете в отчаяние или ярость, потому что в запасе еще пять недель. Ваши ожидания всегда будут расходиться с реальностью. Поскольку предприниматель пытается разобрать недельную работу за день, при разговоре он постоянно перескакивает с одного предмета разговора на другой, отчего ваши сотрудники могут не поспевать за вами. Поэтому каждый раз, высказывая какую-то мысль, следите за реакцией людей, чтобы определить, понимают ли они то, что вы говорите, или нет. Если нет, сделайте паузу и спросите, что им непонятно. Также не только вы говорите, но и давайте высказаться другим. От того, что предприниматель может выдавать огромное количество идей, заведите папку, где сможете все эти идеи складировать. И через какое-то время, прочитав их снова, некоторые могут показаться вам вздорными или пустяковыми. Другие же наоборот, вы захотите внедрить. Предприниматель до бесконечности может вносить изменения, придумывая что-то новое. Если это будет происходить, разработка может либо не начаться, либо переделываться, когда процесс уже дойдет до середины. Поэтому поставьте себе крайние сроки. И если до этого срока вы не придумаете ничего нового, оставьте последний удачный вариант. Обычно предпринимателя вдохновляет только творческая составляющая от идеи, что составляет 20% от всего процесса. А остальные 80% детализации и тяжелой рутинной работы он старается избежать. Если вы хотите стать хорошим предпринимателем, не останавливайтесь на 20%, проработайте все необходимые детали для ее осуществления. И не принимайте окончательного решения, пока этого не сделаете. Также не пускайте все на самотек, отслеживайте выполнение задачи. Если у вас много идей, постарайтесь отделить необходимое от желательного. Список необходимого должен включать не более 10 позиций. Затем расставьте для каждой позиции свой приоритет. Предприниматели хотят контролировать любые инициативы и в то же время иметь в подчинении творческих людей, готовых пойти на риск. В итоге люди не могут проявить инициативу, потому что предприниматель разозлится, что они приняли не то решение, которое принял бы он. А сам предприниматель будет постоянно жаловаться, что только он вкладывает в дело душу. А его подчиненные всего лишь участвуют в работе, не придумывая ничего своего. То есть он монополизирует все творческое начало. Поэтому постарайтесь держаться в стороне от своей организации, давая остальным сотрудникам возможность дышать и творить. Например, вы можете открыть еще одну компанию. Окружайте себя только теми людьми, которые осмелятся критиковать ваши идеи. Так вы будете становиться все лучше. Если вы окружите себя робкими подчиненными, которые во всем будут с вами соглашаться, уровень ваших идей снизится. Предприниматель также любит оскорблять людей публично, а после не понимает, почему эти люди потеряли интерес к работе. Не стоит вести себя импульсивно. Всегда придерживайтесь правила, хвалить публично, отчитывать наедине. Глава 6. Рекомендации носителям ай-стиля. Интегратора всегда заботит то, что скажут другие. Он не примет окончательного решения, пока большинство не придет к согласию, чтобы никого не обидеть. И поэтому постоянно откладывает свое решение. Но иногда требуется принять срочные меры. В этом случае вы сами должны решить, что нужно для организации. Поэтому думайте своей головой, а не о том, что скажут другие люди. Одна из важнейших функций менеджмента – действовать. И уже потом вести людей за собой. А не ждать, пока люди скажут, что их устраивает, а что нет. Если нужно принять меры, а вы уклоняетесь от принятия решений, персонал решит, что вы не способны выполнять свои обязанности, поэтому перестанут уважать вас. Интегратор старается избежать конфликтов, поэтому всегда говорит неоднозначно. Например, «Мне кажется», «Возможно», «Отличная идея, но с другой стороны». Затем он смотрит, какой стороны придерживается большинство и корректирует собственные взгляды в эту сторону. Поэтому, когда наступает кризис, интегратор становится бесполезен, так как не может сам принять решение. Он поддерживает всех и никого. Поэтому всегда занимайте определенную позицию, иначе вы лишитесь доверия и дискредитируете себя как лидера, а затем отстаивайте свои убеждения, даже если они не популярны. В связи с этим, отпадет необходимость устраивать бесконечные собрания, чтобы в десятый раз точно-точно убедиться, что все поддерживают какую-то идею. Эта постоянная неопределенность выводит из себя производителя, который сгорает от нетерпения заняться этой задачей. Ваше дело – воодушевлять людей, а не уговаривать их соглашаться с каждым решением. Причем мнение, принятое большинством, не всегда верное. Итак, подведем итог. Представьте, что эти четыре типа людей смотрят в окно. Предпринимателю открывается целый мир. Деревья, горы, птицы и облака. То есть он видит всю картину. Администратор не видит ничего, кроме оконной рамы, покрытой пылью. Производитель будет думать только о том, как открывается это окно, или достаточно ли в комнате света. А интегратор вообще будет стоять в стороне и наблюдать за реакцией своих товарищей. То есть каждый дополняет друг друга. Это и есть отличная команда. На этом книга подошла к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!